здравствуйте дорогие подписчики сегодня наше видео посвящено такой теме как сделать открытие капота ford focus 2 из салона как на обычных нормальных правильных машинах все наверное фокусоводы вторых фокусов столкнулись этой проблемой что капот открывается с помощью ключа зажигания честно говоря руки наверное надо оторвать тому дизайнеру и инженеру который придумал это решение и наверное скорее все оторвали потому что насколько я знаю на третьем фокусе такой проблемы нет открывается как нормальных белых людей из капота потом из-под крышки капота рычажком но вторых фокусов такая проблема есть есть решение наверное кто-то уже сталкивался что ставит замок капота от ford мандео и проводят тросик из-под салона ну во первых чем отличается мое видео от похожих во первых у меня видео с более бюджетным вариантом то есть замок капота я купил на алиэкспресс ссылка ссылки на магазине я поделюсь но правда это будет вторая часть видео не будет ссылка на замок капота на этот магазин потому что ставить довольно долго и в одно видео мы не уложимся сегодня наша первая часть посвященная как провести тросик из салона под капотное пространство тросик тоже бюджетный потому что мандерский даже не оригинал стоит приличных денег хотя может кто захочет купить я ford мандео тросик и ручка меня от при но логана по длине идеально подходит и смотрится хорошо а стоимость ну наверное на порядок дешевле ссылки на артикул я дам внизу под этим видео то захочет может заказать если проблемка небольшая что когда я ставил ручку телефон у меня сел соответственно записать я не смог сейчас буду скажем так вам показывать в обратной последовательности что и как делать ну во первых покажу вам как это выглядит вот так это выглядит в натуре машинка конечно грязная ну извините не помогу отодвигаете сиденье назад первый наш этап второй этап снимаете резиновую резиновую плотную дверь он нам будет мешать снимать вот эту вот накладку она отщелкивается просто отщелкиваю и вытаскиваю сейчас мне придется конечно снять ручку она будет не мешать положили лучше на отщелкиваю пластмассовую накладку двери отщелкиваю снимаем накладку сразу покажу как у меня в готовом варианте вот это с кнопкой отключения подачи питания вот наш рычажок дальше ну естественно убираете коврики кого они есть и и дальше у нас основная проблема это снять уплотнитель двери для чего единственное отверстие которое можно через которое можно провести подкапотное пространство находится практически возле педали сцепления вот там вот вот там вот чтобы не сверлить естественно кузов хотя многие может додумаются проще поселить перейти готовое отверстие есть десна на она одно и нам нужно через него провести тросик сейчас сниму обивку и покажу звуку изоляцию покажу как это выглядит ну вот еще надо будет снять вот эту вот накладочку ну вот я снял часть обивки пола почему я не стал снимать до конца уже из практики так скажем установки то что я уже делал скажу вам чтобы не повторяли моих ошибок мне оказалось проще чем заниматься снятием звукоизоляции там пистоны снимаются отведением оттуда вытаскивать сверху очень тяжело оказалось в итоге я пошел по тому путь у которых я покажу сэкономите много времени я снял часть обивки отодвинул ее показать вам что дальше надо будет еще снимать по идее шумоизоляцию вот те пистоны снимаете потом отводите в сторону тут много креплений везде честно говоря я когда ставил я в итоге сделал по-другому и вам хочу показать этот способ по крайней мере облегчил у меня жизнь существенно проблемы с скажем так с той же шумоизоляции их не стал не случился и случае можно кусочек наклеить что я сделал я вот эту вот часть шумоизоляции разве за пополам это уже отвел немножко чтобы показать и часть увел вверх и только тогда я смог провести вот у меня кстати моё но крепежный мой держатель рычага кстати я его видите даже кусочек пенопласта поставил выступает не стал даже городе здесь шайбочки просто вы находите нужное место может быть и конечно попробовать можно и на эти какие-то болты прицепить прицепить но мне оказалось проще чтобы не не резать вот этот выступ потому что если поставить на болты придется выступ срезать услугались будет проще но мне оказалось так интересней то есть я просверлил вот тут дырочку под саморез а тут сделал две дырки небольших и крепил обычной стяжкой на получается да не конечно там мягко за счет пенопласта но это не сильно влияет на работу вообще никак так вот идет трос утро свои естественно там засовываете как можете да а дальше вот про которую отверстие вам говорил вот она идет и вот она вот она у нас там есть заглушка в отверстие специально но я ее потерял когда пытался просовывать очень давно я сначала конечно просовывал не тросик просовывал проволочку кондуктор просовывать лучше с под капотом у меня оказалось легче потому что идет видите под углом то есть там отверстие которое входит из подкапотного пространства еще покажу она идет вот под таким углом то есть отсюда туда мне оказалось сложнее вообще обратно то есть просовывал проволочку прикручиваю к тросику и затягиваю вот вот тросе как мы видим он ходит по лишний трос я засовывал туда вот то есть вот он получается у нас идет вверх отсюда и пошел 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 в отверстие сюда в общем здесь самая большая проблема сразу могу сказать это заведение тросика подкапотное пространство теперь обратно я не стал разбирать тут некоторые может быть предложили бы трос отсоединить и сразу трос завести из подкапотного пространства и потом крепить но крепление здесь троса в самом этом элементе она довольно надежная я не стал как говорится нарушить заводское изготовление отсюда тросил туда то есть оттуда кину провел кондуктор проволочный прицепил аккуратный тросик и вытащил там на тросике на этом от из-под ногу на есть специальная резиновая трубка уплотнитель чтобы не под движущие элементы там не возле двигателя где еще под капотном пространстве не повредился тросик он приклеен я просто его срезал и снял с тросика чтобы можно было лучше оттуда завести резиновый уплотнитель который родной логановский убрал кто-то видео это видео мое сразу аккуратненько там вытащить заглушку которая отверстие стоит изначально на фокус зная мою ошибку просто я когда бы хотел вытащить заглушку неправильно стал его таскать нам провалилась внутрь и правда не под капот на пространство там просто такая вот рама идет на стенке впереди то есть получается два отверстия вход рамы и выход выход здесь обход под капотом она проводилась траму мне пришлось там придумывать из не помню уже с какой-то пол обрезал рин логановский видите вставки то есть канал заходил сделал ну лучше все конечно постараться аккуратненько вытащить заглушку родную не сделал дырочку и пропустить через нее тросик в общем самое проблематично это засунут провод трос в рубашке ну у меня был конечно проблема я очень долго мучился с вот это вот введение шумоизоляции но если сделать как я то есть разрежьте аккуратно шумку вот поэтому отверстие представляете где уже видели примерно вот в этой зоне так вот разрежете возможно это даже не вверх просто снимите а это это просто вот так вот вот так вот просто отводите вот видите чтобы понимать где например находится вот крепление шумоизоляция вот там за педалью сцепления вот она вот у нас это отверстие куда пошел очень самое проблемное это было отбегать туда и затаски троса просверлить на наметить место спасли дырочку две дырочки затянуть занимает 10 минут наверное если у вас хорошая дрель шуруповертик то есть ставите можете сразу бы поставить их гаечки можете как я там подручными средствами я поставил пока и не парюсь в общем что это что касается с педального узла то есть тросик мы засунули сейчас постараюсь показать с подкапотного пространства единственное конечно чтобы провести нужно будет снять аккумулятор но сейчас вам покажу сейчас поставим на место здесь нам уже будет не нужно то есть в принципе тоже проведя здесь работы все можете сразу закрывать сюда вам не понадобится главное поставите рычажок и можете заканчивать работами в салоне вот я собрал все на место поставил космосовые заглушки поставил коврик вот тут у нас кнопочка отключения подачи вот так наступает место куда пусть крепления рычага одеваем рычаг все вот он у нас крепится работает смотрится очень даже ничего вполне еще раз покажу вот так очень эстетичное решение приходим подкапотного пространства ну как я уже сказал что для того чтобы провести отверстие вот там под узлом аккумулятора то есть нужно снять фильтр и нужно снять аккумулятор ну я думаю все знают как снимается аккумулятор вас массовая накладка скоба вытаскиваете аккумулятор и на трех болтах плэ место крепления посадочное место крепления аккумулятора откручиваете вытаскиваете вас будет пространство открытое иначе вы не проведете потому что находится вот короче я вам фотографию покажу может быть внизу прикреплю может быть здесь к видео в каком месте сейчас разбирать конечно очень довольно сложно как я уже сказал у меня с телефона не вовремя сел но смысл один нужно через то отверстие которое на единственного его видите вы снимите аккумулятор когда снимите фильтр снимите аккумулятор весь полностью вас останется блок пустой открытое место пустое в этот версии сразу видите она без заглушки с этой стороны она сразу бросается в глаза то есть нагнетесь посмотрите увидите вот через него проводить еще раз говорю вы будете вот если смотрим так получается справа налево чуть-чуть вверх то есть проволочку так вот будете заводить там идут трубочки тормозной системы аккуратно не поломайте и проволочку кондуктор заводите если смотреть по стрелке часов то на час дня час-два вот так вот будете вводить в отверстие он вы там кто в том месте где он показывал если заглушка а дальше я сделал что это тросик отдел обратно резиновый уплотнитель который защищает тросик от воздействия температуры воздействия с не видно она у меня идет под фильтром и под аккумулятором вот так она идет он ну вот он его закрепил стяжечкой если видите оставил пока здесь то есть вторым этапом второй части видео когда по часу да буду же касаться будем установки самого замка открытия капота ну а пока на этом все подписывайтесь на канал пишите в комментариях возможно вопросы возможно замечания может быть гораздо какое-то простое решение будет чем я сделал для проведения тросиков подкапотное пространство видео не видео а артикул на тросик и ручку открытия капота от ренологом я дам внизу стоит он к ну копейки там 100 с чем-то рублей вообще то есть на порядок дешевле чем родные манде русские соответственно можете по ним в любом магазине автозапчастей заказать и устанавливать длина подходит элементарно все подписывайтесь пишите комментарии не комментарии возможно замечания вопросы до связи во второй части когда мы уже будем заниматься монтажом замка